День добрый, уважаемые зрители! Интересная статья попалась. Глупость или гениальность? Почему картинка в интернете за 69,3 миллиона долларов может стать лучшей инвестиционной идеей? Картинка за 69,3 миллиона долларов. Картинка электронная. На опционе Кристи произошло поистине революционное событие. За рекордные 69,3 миллиона долларов ушла с молотка полностью электронная картинка графического дизайнера Майкла Винкельмана, работающего под синдонимом Бипле. В чем пикантность этого приобретения и почему оно может принести инвестору в ближайшие месяцы более 1 миллиарда долларов? Разбираемся. 11 сентября, 2 сентября, марта 2021 года на аукционе Кристи за рекордные 69,3 миллиона долларов ушла с молотка полностью электронная картинка графического дизайнера Майкла Винкельмана, работающего под синдонимом Бипле. Его работа под названием «Первые 5000 дней» представляет собой коллаж, состоящий из 5000 рисунков, созданных Винкельманом в течение предыдущих 13 лет. Аукцион проводился в онлайн формате и длился 15 дней. Начальная цена коллажа была всего 100 долларов. Представьте, как цена поднялась со 100 долларов до 60 с лишним миллионов долларов. Однако уже в течение последующих двух недель постепенно выросла до 10 миллионов. Началась со 100 долларов, выросла до 10 миллионов. Основная же битва инвесторов развернулась за 15 минут до окончания торгов, когда за картину сражалось 10 человек, а шаг цены увеличился до 10-15 миллионов. Победил сингапурский инвестор с псевдонимом Метакаван. Пикантность этой ситуации придает тот факт, что в отличие от предметов искусства и реального мира, оригинал цифровой картины полностью идентичен всем ее копиям. Вы можете ее найти на многих сайтах и скачать ровно в таком же качестве, как получил инвестор Мекаван. Даже на сайте самого акционного дома Акристи можно рассмотреть ее в мельчайших подробностях. В чем же смысл тратить миллионы долларов на то, что можно получить бесплатно? Человек, непосвященный, обычно считает все происходящее в мире электронного искусства театром абсурда и не понимает, зачем платить за цифровые картины. Как сказал один мой клиент, эта сделка подтверждает два факта. Нас окружает большое количество дураков и у них полно лишних денег. Сомневаюсь, что у дураков лишних денег бывает. Но я попробую удивить вас еще больше. Сделки по покупке коллажа первые 5000 дней может принести инвестору Мекаван 1 миллиард долларов в течение буквально нескольких месяцев. Купил за 69,3 миллиона, в течение нескольких месяцев может получить миллиард долларов. Чтобы это понять, давайте чуть ближе посмотрим, как работает рынок электронного искусства. Весь этот рынок построен на загадочной аббревиатуре. NFT, расшифровывающийся как уникальные токены. Проводя аналогию с реальным миром, NFT – это как свидетельство о праве собственности на какой-либо объект. Этим объектом может быть картинка, звуковая или видеозапись, текст или любой другой объект реального или виртуального мира. Сам факт удостоверения права собственности происходит в сети блокчейн и доступен для проверки и валилидации всем желающим. Каждый человек может загрузить созданный им предмет искусства в сеть и выпустить токен, подтверждающий право собственности на это произведение. Этот токен потом можно подарить или продать на одном из онлайн-укционов. Рынок NFT пока относительно небольшой. По оценке портала CryptoSlam, агрегирующая информацию о торгах на различных площадках, совокупный объем торгов объектами электронного искусства в марте составил примерно 330 миллионов долларов, без учета той самой сделки на аукционе Кристи. Однако при сохранении текущих темпов роста уже примерно через год он будет исчисляться миллиардами долларов. Самыми популярными лотами на сегодняшний день являются короткие видеоролики с лучшими моментами в баскетболе от NBA Top Shots, а также 8-битные аватары из серии CryptoPunk. Несколько лет назад группа энтузиастов выпустила ограниченную серию пиксельных аватаров и раздала бесплатно токен на них всем желающим. Сейчас же максимальная стоимость одного из них составляет 7,8 миллионов долларов. На самом деле FNT это не совсем рынок, где люди покупают причудливые картинки и ролики за миллионы долларов. Точнее не только рынок причудливых вещей. Известные музыканты, актеры и бизнесмены теперь тоже продают там свои работы. В частности, американский рэпер Snoop Dogg недавно выпустил первые токены на свои работы. Боец смешанных единоборств Франсис Гану продал в виде токена видео со своим чемпионским боем за 580 тысяч долларов. Интересно, что эта сумма больше премиальных 500 тысяч долларов, полученных им от ассоциации UFC за победу. Основными выгодоприобретателями рынка NFT как раз и должны стать артисты, писатели, художники. В общем, все, кто так или иначе связан с искусством. Сейчас у них нет способов продажи своих работ, минуя посредников, такие как издательские дома, музыкальные лейбы, картины и галереи. NFT это как раз тот механизм, который способен помочь артистам напрямую продать свое творчество коллекционерам и поклонникам без дополнительных посредников и комиссий. Большое преимущество электронных токенов заключается в том, что их можно дробить на любое количество частей, а также делать токены на еще не существующие объекты. То есть, теоретически, тысячи людей могут, например, профинансировать будущую книгу Джоан Роулинг про Гарри Поттера, если она вдруг решит ее выпустить. Автор получит полную стоимость гонорара, а коллекционеры и инвесторы – последующее коллективное право собственности на книгу. Владелец токена сможет передать или продать свою долю по рыночной цене. Примерно это и сделал сингапурский криптоколлекционер Мета Каван. Незадолго до покупки картины первые 5000 дней он купил несколько других картин дизайнера Бепли за 2,2 миллиона долларов. Потом, в январе 2021 года, он создал виртуальную картинную галерею и выпустил токены к этой коллекции картин. Первоначальная цена токена составила 0,36 доллара, но уже сегодня они торгуются по 16 долларов. В немалой степени этому поспособствовала мировая пресса, горячо обсуждавшая покупку электронной картины за астрономическую сумму. Именно по этой причине сделка на аукционе Кристи не кажется такой уж глупой. Эти 69 миллионов на самом деле являются стоимостью привлечения внимания мирового сообщества. Картина первые 5000 дней, судя по всему, ждет та же судьба, что и более ранние работы дизайнера Бепли. Право владения ею будет разделено на 1000 токенов и продано другим коллекционерам. По оценкам экспертов, совокупная стоимость картины тогда может превысить 1 миллиард долларов и принесет первым инвесторам около 1340%. Это примерно столько же, сколько можно заработать на инвестициях в рынок акций за 28 лет. Какой быстрый подъем! 28 лет потребовалось стандартными методами такую сумму увеличить. Виртуальный мир с его виртуальными деньгами, биржами и предметами искусства это то, что сознательно игнорируется в течение долгого времени традиционным финансовым миром. Еще несколько лет назад это все казалось не более чем развлечением для школьников и студентов и не выглядело как угроза финансовым институтам. Однако уже сегодня капитализация биткоина составляет 1,1 триллиона долларов. Это сопоставимо с ВВП России в 2019 году 1,7 триллиона. А темпы роста рынков виртуального мира ежегодно бьют все рекорды. Похоже, что финансовым организациям все-таки придется перестраиваться и адаптироваться к новой реальности. И наиболее успешным окажется тот, кто в покупке картинки за 69 миллионов будет способен увидеть не глупость, а гениальный инвестиционный ход. Порой не все так однозначно. Казалось бы, картинка электронная, которая может скачать каждый бесплатно. Зачем покупать за 69 миллионов долларов? Но люди, знающие, сведущие в криптовалютах, в новых системах блокчейна и так далее, понимают, зачем будущее, зачем будущее. Поэтому не жалеют денег, тем более, если они есть. Инвестируют и вот такие 1340% получают с покупки простой картинки электронной. Так что стоит задуматься над инвестированием в ВВП, почти сопоставимо с ВВП России. Думать надо, куда инвестировать, чтобы в будущем можно было нормально, уверенно себя чувствовать, а не полагаться на пенсию, которую государство тебе выделит. На этом пока все. Заходите на канал, подписывайтесь. Всего доброго, до свидания, до новых встреч.